Наше поколение пришло в сборную, когда тренировались примерно так. Тренер спрашивал спортсмена. В прошлый раз толкали? Тогда сегодня жим и рывок. Потом поделаешь тягу. Устал от тяг. Давай тогда жим широким хватом. Никакого учета объема работы. Никакого анализа и попыток математически определить выход и направление работы. А уж о расчетах тренировок, тем более на месяц и год, и в помине речи не было. Тут многое помог осознать Матвеев. Опыт ошибки срывы. Все было не напрасно. И ошибки я тоже превращал их в силу. Туже, туже затягивался узел умения, мастерства. Я работал над силой по заданному рисунку. Конечно, я осознавал ничтожность и примитивность добытого. Но на том месте, которое занимало понимание силы наших дней, это было уже знание. И я действительно начинал понимать душу силы, справедливость силы, быть сильным духом. Это от природы тех, кто ищет свои шаги, кто не подкупен, кто видит в жизни не случайность, не прихоти случайностей, капризы судьбы, а железной волей выковывает свою судьбу. Тот самый сильный, кто ни на кого не полагается. Я и не заметил, как утратил высокомерие первых лет выступлений, когда стыдился быть атлетом. Я уже с гордостью нес умение подчинять силу. Нет, одной страстной любви к спорту и силе недостаточно. Без такой же огненной веры в себя никому и никогда не стать атлетом в высшем значении этого слова. Стать одним из тех, кто, не дрогнув, пробует прочность жизненной злом, чтобы верить в себя и людей, чтобы никогда никого не предавать. Увы, ты истощишь свой дух над письменами, их смысл утерянный, толкуя в кривь и в кость. Нет, огненной верой, от которой тесно жизни, сплавить страсть и дело, слова и действия. И для меня всегда священен тот, кто, бог или герой, взойдет на дальнем горизонте поколений. Кто, словно радуге чудесный свод, подымется среди владений вражды, страданий и лишений. Хоть мудрецы еще под мертвый шум, цитат, истолковать хотят, отживший догмы лепят. Верхорн. Деяние. И во веки веков. Пока жив человек, ничто для него не поздно. В декабре, на прикидках, я вплотную подступил к мировому рекорду в рывке. Я был неустойчив зыбок в конструкциях нового стиля. Работал коряво. Но даже при несовершенствах владения новым стилем сказались все выгоды. Теперь о результате 180 килограммов в рывке мы с тренером заговорили открыто, не стесняясь свидетелей. Всего два месяца понадобилось для освоения нового стиля. Это достижение из высших. Я энергично разрабатывал связки. Это упражнение требует змеиной гибкости и совершенной точности. Я одомашнивал это упражнение. Почти каждую тренировку сводил к зубрежке частей упражнения. Любые технические достижения тогда есть оружие, когда они в бессознательности выполнения, когда думаешь не о том, как их сложить, а о силе, которую надо вызвать. Не просто яростно взметнуть тяжесть, а чередуя напряжение, превратить ее в послушность мышц. Не может быть победы на мышцах, скованных напряжением. Есть сознательность включения и выключения мышц, сознательность определенных усилий, искусство слышать все мышцы, искусство перебирать мышцы, настраивать нужные.